Всем привет! В этом видео я покажу, как связать крючком вот такой замечательный цветок для украшения. Им можно украсить все, что угодно. Браслет, фоторамку, колье. А в конце видео я покажу, как спрятать свободные кончики нитей после окончания работы. Для самой работы нам понадобятся, во-первых, нитки. Можно взять любые. Помните, что если вы возьмете слишком тонкие нити, то у вас цветочки будут ажурные. Если слишком толстые, то такие плотненькие. Я взяла классический ирис. Следующий это крючок, который подходит к вашим ниткам. И ножницы, чтобы обрезать свободные кончики нитей. Приступим к самому вязанию. Делаем скользящую петлю. Здесь совет. Этот кончик нити желательно оставить чуть-чуть подлиннее, чтобы впоследствии вязать было удобнее. Вяжем 2 воздушные петли. Вяжем 1 столбик без накида. Вяжем скользящую петлю. Далее вяжем 3 воздушные петли. И провязываем 2 столбика без накида в скользящую петлю. Вот эти 3 воздушные петли у нас будут являться нашими лепесточками, основанием наших лепесточков. У моего цветочка их 6. Вы решайте сами, сколько их будет у вас. Вяжем по схеме. Одинаковая схема для всех лепесточков. 3 воздушные петли и 2 столбика без накида. Так как у меня лепесточков 6, таким образом я провязываю 4 раза. 3 воздушные петли и 2 столбика без накида. Я провязала 5 лепесточков. Теперь мне нужно закончить мой ряд и 6 лепесток провязать. Я остановилась на 2 столбика без накида. Делаю 3 воздушные петли. Это будет последний мой лепесточок. Провязываю 1 столбик без накида. И затягиваю скользящую петлю. Первый ряд у меня готов. Теперь я приступаю ко второму. Для этого я буду работать только с моими лепесточками. То есть с арками, состоящие из воздушных 3 петель. И с первого ряда провязываю 1 столбик без накида в эту арку. В нее же провязываю 1 полустолбик. И вяжу 2 столбика с 1 накидом. Первый столбик с 1 накидом. Второй столбик с 1 накидом. Затем идет повторение. То есть 1 полустолбик. И 1 столбик без накида. Первый лепесток у меня готов. Перехожу ко второму. Для этого сразу же во вторую арку я провязываю 1 столбик без накида. 1 полустолбик. И 2 столбика с 1 накидом. И 1 столбик без накида. По такой схеме провязываю все остальные лепестки. И 2 столбик без накида. я провязала 5 лепестков у меня остался шестой я провязываю его подобным образом 1 столбик без накида 1 полустолбик 1 столбик с одним накидом еще один столбик с одним накидом 1 полустолбик и заканчиваю вязание заканчиваю этот ряд то есть столбик без накида я не провязываю а делаю соединительную петлю 1 столбик в петлю первого столбика то есть вот она у нас вот эта петелька делаем соединительную петлю такой цветочек получился отрезаем нитку теперь нам нужно спрятать все две нитки для начала возьмем ту как с которой мы сейчас работали бывшую рабочую нитку ее нужно нам вывести на изнаночную сторону то есть вот это лицевая у нас а это изнаночная для этого мы крючком поддеваем ее с изнаночной стороны так чтобы было видно крючок я с изнаночной стороны продеваем на лицевую захватываю бывшую рабочую нить и веду ее на изнаночную сторону теперь у меня две нитки на изнаночной стороне они две рядом друг с другом и мы просто завязываем узелок ну и кончики этих нитей мы обрезаем таким образом мы спрятали свободные кончики нити которые у нас болтались и ничего не видно вот такой красивый цветочек а главное простой вязание у нас получился попробуйте связать и вы у вас обязательно получится если вам понравилось видео то ставьте лайки свои вопросы пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал я желаю всем отличного настроения вдохновения и до новых встреч всем пока